Добрый день, дорогие друзья! Это Российское общество знаний и его ведущая Эльза Попова. Мы приветствуем вас из павильона номер 34. Космонавтика-авиация. Российский космос, создавая будущее. В рамках международной выставки форума «Россия». Российское общество знаний является генеральным партнером образовательной программы международной выставки форума «Россия». Ключевые вопросы жизни каждого человека — ценности, приоритеты, смыслы. Эти и многие другие важные составляющие затрагиваются в рамках наших бесед. Сегодня в рамках интервью «Разговоры о важном» вы сможете найти ответы на многие актуальные вопросы, касающиеся вечных тем, так и вопросов жизни в современном мире. А для модерации дискуссии я приглашаю на эту сцену учителя истории, призера конкурса, педагог года Москвы 2022 Александра Оджа. Александр, здравствуйте, передаю вам слово. Эльза, здравствуйте, спасибо вам большое за предоставленное слово. И мы с вами начинаем, конечно же, наши разговоры о важном. Приветствую всех зрителей в павильоне «Космос» и, конечно же, в прямом эфире на «Знание ТВ». Российское общество знаний — это генеральный партнер образовательной выставки форума «Россия». И, конечно же, наша выставка «Форум России» — это проект о достижении всех отраслей и областей культуры и всех регионов страны. На территории ВДНХ вы можете познакомиться и узнать больше о современных разработках, технологиях, грандиозных научных открытиях и, конечно, проектах сферы культуры и искусства. С 1 сентября 2022 года во всех общеобразовательных и образованиях среднего профессионального образования, естественно, проводятся внеурочные занятия «Разговоры о важном», которые развивают у наших обучающихся ценностное отношение к родине, природе, человеку, культуре, знаниям и здоровью. Наши встречи — это продолжение разговора, который был уже в понедельник, еженедельные лекции на аналогичные темы. Тема нашего сегодняшнего разговора — это, конечно же, День первооткрывателя. День первооткрывателя — это праздник, который посвящен известным путешественникам, ученым, исследователям и их открытиям. Сегодня вместе с нами основатель и директор фонда имени Миклуха Маклая, руководитель Центра изучения Южно-Тихоокеанского института Востоковедения Российской Академии Наук, президент Ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона Николай Николаевич Миклуха Маклай. Здравствуйте, Николай! Здравствуйте! Очень приятно быть сегодня с вами. Мы очень рады приветствовать вас под бурные аплодисменты, конечно же, всех, кто собрался в этом зале. И, конечно же, Николай, вот вы сняли столько фильмов, столько интересных путешествий у вас было, но столь большого интервью, которое у нас сегодня планируется, еще не было. И спасибо вам большое, что вы пришли сюда. Первый мой вопрос будет следующим. Вы потомок известного русского путешественника. Как вы выбрали профессию этнографа, и повлияла ли на это вообще история вашего прадеда? Отличный вообще вопрос. Конечно, повлияло. И вы знаете, дело в том, что, откровенно сказать, я начал заниматься проектами, связанными с этнографией, с экспедиционной деятельностью уже во взрелом возрасте. Первое время, когда ты в Советском Союзе находишься в классе с фамилией Миклуха Маклай, тебе достаточно непросто, потому что практически каждый знает Миклуха Маклай и понимает, что это путешественник. И каждый задает вопрос, в конце концов, когда ты отправишься в Папула-Ново-Гвинею. И отправляли. Но вы знаете, вот в то время отправиться в Папула-Ново-Гвинею было сложнее, чем отправиться на Луну. Но, по крайней мере, было известно, что сделать. Нужно стать космонавтом, правильно, а потом уже сделать попытки какие-то. Что нужно сделать, чтобы отправиться в Папула-Ново-Гвинею, тогда было непонятно. Советские экспедиции проходили в 1971-1975 году. Я уже родился после этого времени и, соответственно, не представлял, а кто же меня возьмет, в конце концов, туда. Пока, конечно, не понял, что мне нужно продолжать это дело, уже в 2017 году проведя экспедицию совместно с Российской Академией наук и учеными из Москвы и Санкт-Петербурга. И на это, конечно, повлияла история выдающегося, действительно, отечественного исследователя, первооткрывателя Мику Хмаклея. И вот вы повторили маршрут своего прадеда в Папула-Ново-Гвинея. И расскажите, пожалуйста, поподробнее об этом опыте. Вы знаете, опыт потрясающий. Во-первых, я сделал несколько открытий. Первое и самое главное открытие – это то, что нельзя верить тем картам или той информации, которая просто есть в интернете. То есть она ошибочная? Во многом. Дело в том, что моя первая идея была составить экспедицию и отправиться туда, когда я это сделал. Ну, карты Яндекс, Гугл показали мне, что дело плевое. Садишься на самолет, отправляешься и все. Никаких проблем. Выяснилось, оказывается, что для экспедиции нужно иметь контакты. Контактов непонятно откуда взять. Мало того, что у нас нет визовых отношений, несмотря на дипломатические связи. Помимо всего прочего, то, что описано, все это отписано советскими экспедициями, когда они еще были колонией Австралии. И достаточно не было информации во время того, когда они получили независимость в 1975 году. Достаточно мало, скудная информация. Ну, а для того, чтобы отправляться в экспедицию, еще и на берег Маклая, а ведь там же была первая встреча между белым человеком и людьми фактически каменного века, ну, нужно иметь какие-то связи. Выяснилось, что два года мне потребовалось на то, чтобы подготовить и наладить связи. Выяснить хотя бы, как получить визу. Вы не поверите, мы шесть дней ночевали в аэропорту, прежде чем пересечь границу. Шесть дней? Шесть дней. В разных аэропортах пропускали самолеты. Но это нам помогло. Помогло добраться до премьер-министра Папунова в Гвине и доложить ему, что, извините, пожалуйста, Миклуха Маклай через 150 лет едет на берег Маклая, и вы его не пускаете. Что это такое? Это реально странно. Это просто вообще нонсенс. Вы пьющий случай. Нету худо-бездобра, нету сложностей, которые были. Они позволили нам дойти до хорошего, серьезного уровня и в налаживании отношений между нашими странами. Но первая цель была – это посмотреть, что же изменилось за 150 лет и после советских экспедиций, и как вообще происходят, как обстоят там дела. И вы знаете, мы были поражены. Мы подходили 16 сентября, это день независимости Папунова в Гвинеи, 3000 Папунова в Гвинеи выстрелились в ряд и встречали нас с российским флагом. Мы даже не брали российский флаг, насколько они хотели показать доброжелательные отношения, то, что они действительно помнят Россию, помнят Миклуха Мака и хотят, в конце концов, дружить. Они задавались вопросом, где же вы были столько времени. И помнят о вашем прадеде, об известном этнографе вообще? Не просто помнят, они слагают легенды. Мало того, что если у нас в нашей, и вот мы сейчас с вами ведем разговор о важном, ведем достаточно много проектов, посвященных дополнительному образованию, но даже в наших учебниках меньше написано, чем в Папунова в Гвинеи, а Миклуха Маклая. А что там рассказывают, если есть секрет? Вы знаете, рассказывается о том, что он с ними наладил связь без оружия, о том, что это первый человек, который в доколониальный период, еще до того, как пришли действительно белые, для того, чтобы наладить какие-то коммерческие отношения, был на этом острове и был почитаем очень серьезно. Ведь он же, когда встретился с папуасами, они направили на него стрелы, а он лег и заснул. Папуасы не знали, что делать. Мы тут воевать с тобой пришли, а ты тут спать. Ну что, это не дело какое-то. Все сорвал, всю операцию фактически. Ну что, пришлось понять, что Миклуха Маклая наплевать на это все. Он настолько внутри себя уверен, настолько хочет действительно с добрыми намерениями, что не стал человеком, которого они воспринимали как божество. Они понимали, что же оружие или какие-то вот эти вещи, они на него не повлияют. Поэтому помнят они его и передают легенду из уст в уста, а с ним и передают легенды России. Мало того, вы знаете, Россию они считали раньше деревней. Деревней? Да. Почему это так? Деревней Маклая. А, я понял. А еще дело в том, что в этой стране 829 языков. И на данный момент зарегистрированных раньше было больше. И что самое интересное, в некоторых языках, в большинстве из них, нету слова страна. И они считали, что деревня Маклая. А где деревня Маклая? На Луне. Потому что он с белым цветом кожи, и, конечно же, он с Луной. Вот подобные верования, я бы уже даже мог сказать, которые есть у жителей Папуа Новая Гвинея, вы развенчивали их, или вы старались их как собрать, как этнограф? Моя задача была беспристрастно фиксировать. Именно фиксировать. И после этого уже можно было смотреть, какие происходят изменения, как влияет глобализация на все это дело. В настоящее время влияние, безусловно, оказывается. И после наших экспедиций, и современных, уже в 17-м, 19-м, 23-м году, я же только что с экспедиции вернулся, безусловно, изменилось отношение. И они благодарны именно тому, что вот эти связи поддерживаются. Но они, конечно же, отдают должное именно Миклуха Маклая, тому, кто впервые к ним пришел. Но если сравнивать все экспедиции и информацию, о которой вы уже говорили, и в 19-м веке, и в 71-м, 75-м годах 20-го века, то как изменяется быт местных народов под влиянием глобализации в том числе? — Отличный вопрос. Два интересных факта, которые я вам расскажу. Первое. Когда мы оказались в 2017-м году, у нас была информация от советской экспедиции, что у них уже там стоит ларек. Вы представляете? Торгуют всякими разными вещами. Мало того, плантация копры, то есть они приторговывают еще и копры. То есть бизнесмены фактически. Мы приезжаем, никакого бизнеса, ларька нету, и все как на рисунках Миклуха Маклая. — Ничего не изменилось. — Ничего не изменилось. Я говорю, куда ваш бизнес делся? Вы знаете, мы действительно это делали во время того, как были австралийцы. Соответственно, мы занимались этим бизнесом по неволе, можно сказать. А когда они ушли, мы выстроили и построили деревни там же, где и были. Я говорю, ну как же так? Вы же можете делать бизнес. Продавать это все, зарабатывать какие-то деньги, после этого покупать рыбу. На что они мне ответили, вы знаете, это очень отвлекает действительно от реальной жизни, потому что мы вынуждены ради этой рыбы или ради вот этих покупок ловить, собирать эту копру, после этого ехать в город, продавать это все, на следующий день возвращаться, после этого с этими деньгами, потом ехать опять в город, покупать. Когда нам старейшины сказали, что нам достаточно просто рыбу поймать, то, что нужно, да, если надо иногда что-то купить и съездить, то мы поняли, что нам этот бизнес не нужен. И я благодаря этому научился у них тому, что они не идут по пути сначала зарабатывать для того, чтобы быть счастливыми. Они идут сразу же напрямую по пути, как быть счастливыми, заниматься тем, что они любят, заниматься семьей, своим делом, не думая вначале о деньгах, потому что не всегда это является ценностью. А второе, вы знаете, я в последней экспедиции был уже один, и в 2023 году вместе с моей командой Папуа Новогвинейцев, моих любимых попуасов из берега Маклая, мы проводили как раз исследование, исследование влияния глобализации. У них появился интернет. Раньше интернет был дорогой, я платил по 50-60 тысяч рублей, если вот такими в месяц, вы понимаете, да? Месяц, да, 50-60 тысяч. В месяц за интернет. Это я еще экономил. То есть я не отправлял там различные смайлики постоянно, понимаете, да? Только важная информация. Важная, только очень важная. И тут вдруг у них интернет подешевел. Ну все, конечно же, я думаю, дело изменилось у них на берегу, тем более был ковид, я не ездил. И в это время, конечно, меня интересовало, что же произошло. Мы приезжаем, 10 деревень, всего лишь несколько гаджетов, несколько гаджетов, несколько лэптопов, и имея даже интернет, они не связываются с внешним миром активно. Сохраняют свои традиции. Пока еще так. Но, к сожалению, или к счастью, разумеется, все меняется. И, возможно, через некоторое время эта ситуация изменится. Мне повезло, что я успел зафиксировать ту ситуацию, которая была у Миклуха Маклая в 150 лет назад, и мы можем ее сравнить с той ситуацией, которую в настоящее время зафиксируют. Посмотреть, какая динамика. Это очень интересно. Поразительно, что столько времени прошло с первых экспедиций, и вы усумели зафиксировать ту самую картину, которая была и теперь в бурно развивающемся мире, который сейчас, я думаю, в Попуа-Ново-Гвинея. Вы как раз и будете сравнивать, этот такой анализ будет происходить. А что вы, может быть, интересного привезли из вашей, пока на данный момент, последней экспедиции? Ну, во-первых, я собираю уже коллекцию. А что это за коллекция? Богатейшая коллекция невероятно потрясающих предметок, имеющих действительно высокую историко-культурную ценность. Это не просто слова. Дело в том, что коллекцию приняли часть предметов Музея России, в том числе и консткамера. Вы знаете, консткамера имеет богатейший материал и, конечно, не берет предметы, если они не являются уникальными. В чем уникальность этих предметов? Во-первых, я собираю их с тех мест, где был Николай Николаевич. И мы можем сравнить те же самые топоры, те же самые предметы, которые он собирал, которые хранят в консткамере и которые у меня. Это позволяет нам увидеть вот эту вот разницу. Второй момент. Это позволяет и сохранить их историю. Потому что, фактически, мы создали еще онлайн-музей и добавляем очень оперативно, помимо наших выставок, именно в онлайн-музей эти экспонаты, которые мы можем уже представлять. Кстати говоря, выставку мы представили уже в детском центре экологии и туризма здесь, в Москве. Я думаю, пользуется спросом большим. Очень. Потому что мы можем посмотреть и не только этот регион, но еще сделали некоторые предметы из других регионов. Потому что вот моя инициатива сбора коллекции и вот это, и вот посмотреть, что изменяется, какая вот ситуация происходит с годами, что за бытование предметов, как это все происходит, она привлекла внимание. Вот ученые из моего центра, из нашего центра, из Академии наук, также начали компоновать предметы и выставлять это все дело для того, чтобы дети в первую очередь знакомились с молодежью. Вот сейчас, конечно, идет и культурный обмен в ваших экспедициях. И я знаю, что вы собирались обучать папуасов русскому языку. Ведется ли такая работа? Если да, то каких успехов уже успели достичь? Конечно. Ну, понимаете, дело в том, что Миклух Маклай записал 350 слов. И вот, например, если мы поедем в Папуу-Ново-Гвине, если вы не откажетесь, то вы уже знаете наверняка слова. Джамбля Белен или Канабелен — это «добрый день», «добрый вечер». Но русские слова, они используют там, например, когда говорят о топоре. Топор — это русское слово, кукуруза — русское слово, потому что Миклух Маклай привозил это все. Однако в 2019 году мы открыли русский центр, точнее, русский уголок, назовем так, российский уголок или российский кабинет в библиотеке, национальной библиотеке в Порт-Морсбе. Были даже учителя, которые специально приехали, и мы оставили литературу, компьютеры для дистанционного обучения. В настоящее время из-за ковида приостановилась вот эта активная деятельность. Но самое главное — мы заложили основу и базу. И вот то, что происходило в 2023 году, мы выявили тысячи и тысячи людей, которые заинтересованы в продолжении. А если есть заинтересованность, значит, найдем мы пути для того, чтобы их продолжать изучать русский язык. Почему нет? И когда-нибудь, может быть, уже будет обмен школьниками или студентами, которые будут приезжать в Москву, в Порт-Морсбе. Я думаю, и такое возможно. Конечно. Но если мы говорим об изучении языков, то, конечно, вы изучаете языки, я думаю, местного населения. Какие знания еще о коренных народах сейчас уже накоплены? Может быть, о их языковых нормах или о том, как они вообще общаются между собой, столько языков? Это интересно. Папу Новогвинейцы — самая многоязычная страна. Раньше было 867, сейчас 829. Языки немножечко уходят, потому что все-таки в основном язык образования — это английский язык. И несмотря на то, что официальный язык — это херемота или токписин, то они в основном знают каждые четыре языка. Это английский, свой местный, например, бонгуанский племени Бонгу, на котором может разговаривать 300 человек или 500 человек всего. Плюс к этому токписин, на котором они говорят, ну и язык местного племени для того, чтобы общаться. Я вам расскажу интересную ситуацию. Вот мы сделали праздник и сидим со старейшинами. Ну вот так же, как с вами. Я же старейшина там. Несмотря на то, что я, понятно, что молодой и красивый, но я там-то старейшина. И сижу я так же важно. Со мной рядом старейшина. И каждый выходит и говорит речь, ну о том, какие мы все молодцы. Как не сказать? Правда, как себя не похвалить? Естественно, естественно. Я толкаю, значит, одного директора школы. Его Фима зовут. Представляете, настоящее русское имя Фима. Да. И говорю, слушай, ну переводи. Он говорит, я сам, говорит, не понимаю. Я говорю, как? Слушай, они вот речь толкают. По-другому не сказать. Что же они говорят? Ну, говорят что-то хорошее, в конце концов. Ты не слышишь, что ли, по интонации? Я говорю, нет, давай переходить на какой-то язык, чтобы мы могли понять. И я понял, потрясающая вещь, что в Папу-Ново-Гвинея очень многие действительно находятся в такой ситуации. Они не знают других языков. И это потрясающе, когда настолько многоязычная страна. И это не просто, вы знаете, какой-то диалект. Это совсем отличные языки. То есть одно и то же слово абсолютно значит разное значение. И такая особенность есть. Но они, конечно, сейчас из-за языка образования английского они приходят на английский. Я общался с ними на английском языке. Понятно, что топор только на русском. Ну, как же, по-другому. Естественно, только на русском. И кукуруза. Кукуруза. И это все безусловно. Но я вам скажу особенность. Если ты приезжаешь к Папу-Ново-Гвинея без свиньи, вот у нас называется подложить свинью, да? А у них? Поднести. Не поднесешь свинью, нормально не наладишь отношения. Вот это очень важно, кстати говоря. Кстати, вы понимаете, насколько важный момент в развитии именно дипломатических связей, культурных, международных, знаний вот этих традиций? Вот как раз я хотела спросить. А какие традиции могут быть непонятны для русского человека? И вообще, может быть, что-то есть такое, что может нас по-настоящему удивить, кроме свиньи? Меня, я вам расскажу, что меня удивило. Давайте. Дело в том, что я еще был в одном регионе, достаточно опасным. Он считает, что Папу-Ново-Гвинея одна из самых криминальных стран в мире. Вы знаете, да, об этом? Ну, вот теперь знаю. Да. Второе или третье место. Но в основном это карманники, и нас старейшин никто не трогает, вы понимаете. Меня легко запомнить и узнать, и лучше, чего уж его трогать, в конце концов. Дело в том, что я был в Южном Нагоре, и там захоронение черепов в 93-м году закончилось. Захоронение черепов, костей, оно происходит наскальное. Почему? Ну, дело в том, что, во-первых, когда я спросил, почему они, и как вы хороните они, мы хороним землю. Он говорит, ну, знаете, нам страшно. Страшно? Конечно. А вдруг что с нашими, извините, с родственниками в земле случится? Вы понимаете, вот то, что нам не страшно, то, что нам страшно, что череп выложат. Как же он тут будет, с нами тут стоять? Он, по крайней мере, спокоен, что он жив, здоров этот череп, все нормально с ним. И может всегда проверить. Проверить, что родственник его всегда рядом. А тут-то, извините, пожалуйста, неизвестно что. А они приостановили в 93-м году, да? В 93-м году они это все дело приостановили. Ну, потому что сейчас христианское государство, поэтому можно быть спокойным. Да. Много конфессий, но христианское государство. И я, значит, по вот этим последним захоронениям начал ездить. Потому что не каждый из ученых имел допуск к этому. Мы взяли с моим коллегой, с другом, с которым мы там наладили связь, и начали объезжать. И смотрю, черепа лежат, а дальше, значит, стоит такой столик, чтобы вы понимали, это отвесная скала, стоит столик, а там лепешка. Ну, вкусная. Я говорю, а что лепешка-то? Это вот для, ну, как вот, кого-то. Нет, говорит, это ты знаешь, мы тут курсируем иногда на лодках, на каноэ. Но есть, если вдруг кто-то захочет, то мы знаем, что всегда вот здесь вот можно взять и поесть. То есть это специально сделано для туристов, для путешественников? Таких туристов, для тех, кто между деревьями, деревнями путешествует. Специально положены лепешки там, где их черепа. И я в этот момент вспоминаю. А вы помните, когда хоронят, например, у нас по обычаю тоже кладут что-то на могилу? Да, всегда там. Я думаю, ну, вот смотрите, какая интересная. А у нас вот вроде бы, вот для чего эта традиция? Выяснилось, оказывается, что достаточно старая есть на Руси традиция. Так. Когда на могилу клали непосредственно или тарелку, или же завернутые продукты для путника, который знал, что мог это взять, съесть и заодно помолиться во благо... Помянуть человека. Да, да. Представляете, как интересно? Где Россия, где Папа у Новогвинеи? И я через изучение их традиции узнаю о наших. И вот в этом, конечно, такой интересный культурный дискурс может быть, когда мы эти все традиции поднимаем и смотрим, насколько они являются общими. Во многом. Во многом абсолютно. И ты тем самым осознаешь, например, вот как они сохраняют истории через свои... Через свои... Пересказ их ежедневно. Например, мы же записываем. Да, у нас запись идет. А у них нету записи. Так вот, как нам передавать традиции из поколения в поколение? При помощи того, что читает сказки Пушкина? Согласен. Но мы будем передавать традиции Пушкина. А вот как передаются, да, эти традиции вообще? Две-три минуты. Я начал, могу вам сказать, две-три минуты на ночь детям. Историю из своей семьи. Историю из того, когда вы бежали и, я не знаю, разбили коленку. Как вы катались на скейте. Каким образом вы первый раз влюбились. Как получилось так, что вы там в какую-то ситуацию... И вы, когда рассказываете о себе своим детям по две-три минуты на ночь, потом переходите к истории своей семьи и далее, и далее, вы тем самым имеете с ними связь. Не просто презентационную связь, когда он с города выходит и как с медалью говорит, да, я Иван Иванович, Иванов, потому что наш род такой-то. Нет, он его чувствует сам в себе. И когда он вырастает, у него нет вопроса, кто я. Я потерялся, я ищу себя. Вот в 35 лет люди некоторые говорят, вот начинают в 18 искать себя. И все еще ищут. Ищут, ищут. А если им бы рассказывали немножко о семье, они бы уже знали, кто он. Что искать-то себя? Я такой. Принимаешь себя таким и дальше в путь. Но вы сказали о том, что много языков, но они не записывают свою историю. Они не имеют письменности отдельной, вот те коренные языки? Нет, они не имеют письменности. И они записывают в настоящий момент историю, начиная с истории колониализма. То есть они свою историю ассоциируют с историей в начале германской аннексии, соответственно, колониальной политики, которая произошла. Это тогда был берег Маклая, северо-восток. И как раз вот с этого они начинают свою историю. Но самое интересное, у них нет историй в хронологическом порядке. Вот что интересно. У нас есть восприятие в хронологическом порядке истории. На примере Миклуха Маклая могу вам рассказать, что они... Миклуха Маклай был на северо-востоке еще до германцев, до того, как стало немецкой колонией. И, соответственно, они воспринимают, когда пришли германцы, как друзей Маклая. Поэтому они не стали с ними воевать. Там произошла ситуация, что один из ученых, Отто Финш, сказал, что он друг Маклая, и поставил германский флаг. Ну, попуасам все равно. Германский, негерманский, флаг и флаг. Кстати, до этого первый флаг был российский. И не как колониальная держава, а как держава, которая приехала с целью изучения, с целью налаживания дружественных связей. Так вот, когда германский флаг поставили, они подумали, они не знали, что это германский. Это друзья Маклая. И не стали с ними спорить, не стали их убивать. Ведь попуасы были на тот момент очень кровожадными. И, получается, германцы воспользовались опытом? Они воспользовались и начали. Маклай, благодаря своему доброжелательному отношению, мы можем сейчас разное говорить, что они стали колонией и далее, но спас тысячи попуасов, потому что по-другому бы, если бы попуасы сопротивлялись, их бы уничтожали. Да, и вооружение у германцев было намного лучше, чем у тех же самых попуасов. И приезжаю я сейчас, в 2023 году, и мне говорят, Николай, я хочу вам показать два мемориала о Миклуха Маклая. Хорошо? Мы поехали на острова, один из них необитаемый уже. И там стоит кирпичная кладка, и там написано 1905-1913 год, и по-немецки. Я говорю, послушайте, но это же немецкие. Он говорит, нет, это про Миклуха Маклая. Я говорю, подождите, по-немецки написано, год написан, все остальное. Он говорит, может быть, год написан, но это про Миклуха Маклая. И они полностью уверены, да? Они сейчас уверены. В настоящий момент, в 2023 году, когда последняя экспедиция была, они сейчас уверены. Я говорю, тогда расскажите мне историю, вот это по поводу истории. Ну как, был Маклай, мы с ним подружились, дальше пришли его друзья, и, соответственно, мы не стали им перечить, потому что помним, что Миклуха Маклай хороший. Да, мы многим недовольны, когда были они, но мы оставили память, вот они память сохраняем через вот эти вот мемориалы Миклуха Маклая. А когда он был у вас? И они воспринимают это не в хронологическом порядке, а как Миклуха Маклай был с ними всегда. И на протяжении всего этого времени они… Вот интересный момент. То есть мы привыкли по-другому смотреть на историю. У нас есть хронология событий, у них есть другое восприятие этого мира. Но связано ли это, может быть, с местными верованиями, верованиями коренных народов, вообще, может быть, в каком-то образе предков, или же все-таки они это связывают именно конкретно с Миклухом Маклаем, такое восприятие времени? Это восприятие, разумеется, в принципе, истории и значимых людей. Миклуха Маклай для них – это легенда, это часть их тоже клана. Рассказывая о нем, они становятся сильнее и важнее. Миклуха Маклай же хотел… Когда я отправился на берег Маклая, уж я вам расскажу, хотя вы вопрос-то этот не задали? Не задал пока, да. А проблема-то была в том, что меня постоянно говорили, ну что ты, извините, ты говоришь, ты родственник Миклуха Маклая. Ну хорошо, ладно, ты родился с этой фамилией, но ты приедешь в Папу Новогвинеи, ты знаешь, сколько таких родственников увидишь? Я говорю, как? Он говорит, ну ты что думаешь, он там жил, и у него не было контактов? Я говорю, я не знаю, точно не было. Он говорит, ну мы не уверены, мы журналисты, а журналисты же всегда ищут что-нибудь, но им же надо сенсацию, что кто-то кого-то покусал, кто-то на ком-то женился, где тут небрачные дети, давайте посмотрим. Я говорю, я прихожу к старейшине и спрашиваю, слушайте, ну вот такие проблемы, вы понимаете, мучают журналисты, давайте поймем, действительно, где Миклуха Маклая тут бегает? Он говорит, вы знаете, мы мечтали, мы мечтали, чтобы он с кем-то породнился, отправляли ему даже девушек, но ни с кем он не породнился, потому что если бы он породнился, мы бы стали самым сильным кланом и рассказали бы об этом всем. И нет ни в одной легенде о том, что кто-то стал самым сильным кланом. Они все рассказывают в своей истории, что они были знакомы с Миклуха Маклая, и вот поэтому они такие сильные. Но я вам должен сказать, что если вы отправитесь в Папу-Новую Гвинею, и после вас кто-то приедет, обязательно вы найдете тех друзей моих папуасов, которые будут носить ваше имя. Они в память о встрече с хорошими людьми берут эти имена. То есть это является тоже передачей знания определенной? Да, определенная история. Это очень интересно. Тем более, что вы не только по местам берега Маклая путешествовали, но еще даже бывали в Сиднейском доме Маклая, где несколько лет жил ваш прадед. Скажите, пожалуйста, что-то сохранилось в этом доме из его личных вещей? Сохранилось. Некоторые фотографии. Мы должны отдать должное австралийской семье Салливан, которая боролась за то, чтобы этот дом сохранили. Дело в том, что дом находится на побережье, в одном из самых дорогих районов, и, разумеется, его хотели снести для того, чтобы построить что-то новое. В период еще Горбачева она написала письмо, когда он был в Советском Союзе еще, о том, что необходимо, просим помощи о том, чтобы защитить. Вы содействуете все это? И начали содействовать, начали работу с австралийцами, и посодействовали. Сейчас этот дом охраняется как объект культурного наследия. Я посещал этот дом. Это потрясающий, конечно, дом. И мы должны понять, что Микуха Макай женился на Маргарет Робертсон. Это дочь, давайте так, премьер-министра Австралии, если так обобщать, тогда это называлось немножко по-другому, одного из самых крупных штатов. И брак состоялся благодаря поддержке еще императора, потому что сам сэр Робинсон, который был отцом Маргарет, не был готов выдавать свою девушку за бедного путешественника. А здесь все-таки это уже были международные связи, получается. Да, и вот он поддержал. И, конечно, Микуха Макай должен был выбрать хороший дом. И вот этот в хорошем доме, они жили, родилось двое мальчиков. Потом, после того, как они еще основали биологическую станцию, одну в Севастополе, другую в Сиднее, и отправились они в Россию. Через некоторое время, к сожалению, Николай Николаевич умер, а Маргарет уже с разрешения нашего российского императора, потому что это русские дети, отправилась в Австралию. И там уже получала поддержку семья, потому что считались дети не как эмигранты, ни в коем случае. Это русские дети, просто воспитывающиеся в Австралии. И вот эта вот ветка, австралийская ветка Микуха Макай, тоже есть. Они приезжали по приглашению даже в период Советского Союза. Несмотря на холодную войну, были вот эти культурные связи, поддерживались. Потому что улица Микуха Макай самая большая в Москве, университет дружбы народов. Раньше кунцкамера называлась именем Микуха Макай, так на всякий случай. А сейчас, да, это отделение этнографического музея, по-моему, да? Да, мало того, набережную назвали именем Микуха Макай в Санкт-Петербурге. Представляете? Это все потому, что это огромный вклад прадеда, известного путешественника, этнографа. И, естественно, он отмечен не только на страницах исторических документов и энциклопедий, но и вообще в наших городах. И, кстати, не посчитывали, еще же, наверное, тоже в разных городах России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, есть улицы, проспекты названы. Конечно, конечно. И семья Салливан сохраняется в этом доме достаточно много. И, что самое интересное, есть еще биологическая станция, и там сохранен даже герб семьи, и это помещение сдают, и как раз там написано о вкладе русского ученого. Поэтому это большая, конечно же, важная задача, и сохранять нам также это. Но мы уже поговорили о самих путешествиях, о ваших экспедициях. И, конечно, я уверен, что в этих экспедициях вас вдохновляет опыт вашего прадеда. Скажите, пожалуйста, что конкретно во всех путешествиях вас направляет, двигает вперед и дает заряд на новые экспедиции? Есть несколько правил жизни Мико Хмако. И одно из них – это то, что не сделаешь сегодня и не сделаешь завтра. То есть каждый день живи как последний. И смелость его. Вы знаете, это кажется, что так легко, но мне тоже было страшно. Когда я смотрел и иду к людям, которых я не знаю, и достаточно много разной информации обо всем, и надо идти вот с этой определенной смелостью, мне, конечно, помогали дневники Мико Хмако. И то, что я с детства об этом знал, читал, мне это вдохновляло. Но страх был. И это хорошо. Именно он помогал мне сконцентрироваться на том, что же делал Мико Хмако. А Мико Хмако шел всегда с открытым сердцем и говорил прямо, что есть. У нас было собрание в первый день, меня старейшины обступили, и только меня, у нас была целая экспедиция, пригласили и спрашивали, прям допрашивали о всех деталях, кто я, как, куда, почему, действительно ли к Мико Хмако и все остальное. И в этот момент я понял, что достаточно важно как бы именно обладать определенной смелостью, которую обладал Мико Хмако для того, чтобы это делать. Мне радует и поддерживают меня те мои друзья-папуасы своим интересом к личности Мико Хмако, к истории связи с Россией, к желанию поддерживать связи с Россией, в то, чтобы это продолжать. Ну а вдохновляло то, что принцип невмешательства, вы знаете, достаточно сложно, имея свое представление о культуре, традициях, считать, что традиция каннибализма – это нормально. Ну как так? Для нас это вообще не понять, и вне каких-либо норм даже. Я вам скажу, мы должны понимать, что любая традиция любого народа считается нормой. Отклонением считается, если это не является традицией. Сейчас это ушло в прошлое, но раньше это было традицией, и это не было настолько варварски, как можно при себе представить. Ну, мы не будем продолжать эту тему, она слишком интересна. Да, еще, я думаю, на следующие разговоры, в том числе. И интересно, что вообще, я уверен, что не только Мико Хмакла, Николай Николаевич для вас является примером, но, наверное, вы еще и другими путешественниками вдохновляетесь. Кто для вас также является примером? Вы знаете, мы сейчас делаем проект «Россия в регионе Южных морей» по следам русских открытий. Много наших, конечно же, огромнейший вклад. Самый большой пример, и мне повезло, что я с потомками тоже общался, это Крузенштерн, конечно же. Я объясню, в чем. Вот смотрите, он создал атлас Южного моря. Атлас Южного моря и Тихого океана, там, где путешествовало очень много до нас путешественников из разных стран. Но они не смогли создать настолько точные карты. Крузенштерн смог, благодаря своим знаниям сбора этой информации, собрать эту информацию. И было нанесено порядка 120 русских географических названий. Я занимался этим исследованием, мы нанесли 129, сейчас выяснилось, что 130, и вот отправили в русское географическое общество. А всего, сколько русскими было нанесено? Да более 500. И это сейчас используется, как я знаю, да? Используется порядка 16. И мне в этот момент казалось, вот как жалко, 120, а почему он еще эти оставшиеся 300 не назвал русскими? Все бы нас помнили. И вы знаете, потрясающий момент. Он вначале первой карты делал именно так, а потом возвращал именно название коренных народов. Почему он так делал? Зачем? А вот представляете, мы идем с вами в море и океане, и так получилось, что нам надо высадиться на остров. Высадились мы на остров, пополнить запасы и дали, вытаскиваем свою карту, подводим великолепного аборигена, да, и говорим, слушайте, мы вот тут вот, на острове и Россия. Скажите, пожалуйста, как нам тут пройти? Он говорит, я не знаю такого. Я знаю остров такой-то и такой-то, но он абсолютно не имеет этого названия. И вот понять вот это вот, что надо сделать для того, чтобы это было удобно для людей, для использования, не перегибая палку, не перетягивая одеяло, а делая это не просто для России, а для блага человечества, для блага исследования, понимая, что нужно делать в определенном балансе, для того, чтобы это сохранилось. И именно поэтому Атлас Южного моря использовали все державы, и именно это оказало серьезнейшее влияние, несмотря на то, что у нас там нет территорий, именно Россию считали и считают ученые страной, которые внесли огромнейший вклад в исследование этого региона. Тем более, что и сейчас используют и записки, и дневники вашего прадеда по экспедициям. Вы уже упоминали, что читали их с детства. Может быть, есть какая-то история, или истории, которые вас особенно впечатлили? Слушайте, ну особенно это, конечно же, с блюдечком, с огнем-то. Это же потрясающе, как придумал. Это же... К нему отправились папуасы. Несмотря на то, что они боялись его, из-за того, что, ну извините, он не боялся ни стрел, ничего. Но, конечно же, некоторые решили проверить. И пришли к нему и сказать, ну слушайте, ну что ты не боишься, ты ничего. Мы пришли узнать обо всем этом деле. И вы знаете, они были в тот момент немного очевидно агрессивны. И Микуха Маклая пришлось сделать следующее. Он взял стакан воды, налил блюдечко и дал отпить. Папуас отпил. Он взял рядом соседнюю бутылку со спиртом, налил и поджег. Папуасы упали на землю и кричали, Маклая, не зажигай море. Ну вы представляете, ну как это надо было сориентироваться в этот момент? Когда ты знаешь, что у тебя, ты не можешь использовать оружие, если ты хочешь наладить связи, ты можешь только за счет своей смелкалки, знаний, каких-то вот других вещей, у тебя всегда найдется выход. Найдется выход тот, который будет потрясающим. Так они после этого еще больше зауважали. Вы понимаете, почему его не трогали никто? Ну потому что они просто, это уважение самое настоящее, не зажигая море, да? Ведь для них море же в том числе это самое, что ни на есть важное, оттуда и пропитание, и передвижение. Конечно, конечно. Но Николай Николаевич говорил, что единственная цель его жизни это польза и успех науки на благо человечества. На ваш взгляд, какие экспедиции вашего прадеда открыли новые возможности для развития всего человечества? Его, первое мы должны понять, не было никого, кто в доколониальный период исследовал и проживал с аборигенами и беспристрастно их описал. Вы представляете, любое изучение шло после того, как приходили миссионеры или колониалисты. То есть переписанное. То есть он пришел, извините, пожалуйста, не ученый, а писал так, как он считает нужным. Миссионер описал, как он считает нужным. Дальше это взяли ученые от разных миссионеров, описали и дальше рассказывают нам историю. Вы поняли, да? Это уже не назвать беспристрастным в любом случае. А почему? Да потому что никто не решался быть настолько отважным, как Миклуха Маклай, чтобы отправиться в путешествие, которое все сказали, что это последнее путешествие. Он же договорился тогда, великий князь Константин, председатель русского географического общества, пообещал, что он отправит через год корабль забрать его дневники. Никто не думал, что он будет в живых. И открытие, которое послужило во благо человечества. И доказательство, очень важное, фактическое доказательство собранных материалов было следующим. Раньше ученые имели право говорить, что папуасы и темнокожие люди являются неполноценными, потому что у них шершавая кожа и пучкообразный рост волос. Вы понимаете, какая дурь, по-другому не сказать? Это просто околесится. Но для того, чтобы это опровергнуть, он взял образцы волос, взял образцы и доказал все это дело. А через год, после того, как сказали, что это люди очень кровожадные, когда подошел корабль забирать его дневники, но ни в коем случае не встречать Миклуха Маклая, они встретили Николая Николаевича, превосходно разговаривающего на Бангуанском, довольного и счастливого. И вот это самое главное доказательство для человечества. Люди могут быть разными. Уважительное отношение позволяет сохранять память и историю. Несмотря на то, что берег Маклая это не территория России. Они живут в сердце с памятью о русском ученом России. Тем более, что мне кажется, подобное открытие сейчас лежит в основе международных, межнациональных отношений и вообще взаимодействия разных стран мира. Тем более, что Николай Николаевич еще занимался искусством. Он делал зарисовки, рисовал. А что он изображал в своих экспедициях? Вы знаете, это письмо к всему человечеству и будущему. Будущему ученым. Дело в том, что он во-первых, он превосходный художник, рисовальщик. Чем отличается от художника, от рисовальщика? Именно в данном случае он фиксировал все как есть. Беспристрастно описывая все детали. Иногда не понимая, что это значит. Это фактически письмо потомкам, которое рассказывает нам о том, что же там происходило. И вот я в последней экспедиции взял его рисунки и приносил в каждую деревню и показывал. И они узнали всех. Всех своих предков. И я в этот момент думаю, ну как же так? Они ничего себе, память такая хорошая всех помню. И начал перебирать свои фотографии семейные. Я не вижу ничего сложного, чтобы узнать про прадеда. Потому что мы все похожи. Все похожи. Если мы возьмем фотографии наших прапрадедов, мы узнаем их. И просто надо посмотреть на себя в зеркало, и ты в отражении узнаешь свои. Или в определенный возраст ты смотришь тот же самый возраст и видишь, а что не похожи? Что не узнавать-то? Свои. Просто-напросто свои. И вот каждая экспедиция для многих, конечно же, это что-то невероятно романтичное. Это что-то из книг или фильмов. Но вот вы отправлялись в экспедиции, многочисленные уже экспедиции. Какие цели для себя ставите? И что ощущаете в этих экспедициях? Я ставлю каждой экспедиции разные цели. Первая экспедиция это мы хотели посмотреть, что изменилось, какие влияния. Последняя экспедиция это изменение влияния глобализационных процессов. Я понимаю, что только я занимаюсь исследованием этого региона, и мне, папуасы, слава богу, открыли двери для возможности изучения этого. В моей ответственности и долге сохранить это для того, чтобы представить действительно людям, которые и этим интересуются, и широкому кругу, вот те принципы, о которых мы говорили отношениями к Ухмаке, и те знания, которые являются важными по изучению этого региона. И кто-то мне скажет, а зачем нам вот эти вот знания? Ну, в конце концов, знать много о папуасах. Мы о своих народах не знаем. Ну, во-первых, каждый занимается тем, чем он хочет, а во-вторых, я могу сказать, я знаю всех премьер-министров и основателей государства и далее, и далее. Почему? А я показал фотографии, показал рисунки, сколько собрано материалов, и хранится в России. И мне сказали, это потрясающе. Оказывается, вы так много знаете о нашей стране. Это еще и то теплоуважение, которое открывает двери для международных связей, для серьезных отношений, для налаживания контактов. Вот это вот вроде бы научная экспедиция, где мы узнали, что барабан такой же, я, показывая премьер-министру или снимая фильм, открываю его сердце для взаимодействия с Россией. И я думаю, то, что это ляжет в основу международных отношений, тем более, что сейчас это очень актуально в взаимодействии России с Южным Тихоокеанским регионом. Ну, с Папу-Новы-Гвинеей мы уже благодаря этому активно дружим. Надеюсь, что и с другими странами. Почему нет? Ну, кстати, по поводу других стран, других маршрутов. Какие еще маршруты Николая Николаевича, Миклуха Маклая вы хотели бы тоже повторить? 150 точек, где провел исследование Миклуха Маклая. 150 в 19 веке. В 1846 году он родился, в 1888 году он умер. 42 года всего. Фактически за 15 лет он посетил, два с половиной года проживал только на северо-востоке острова Новой Гвинеи, в Австралии, в других регионах. Это слишком много. Я не настолько силен для того, чтобы посетить все эти места. Может быть, хоть часть их, что хотели бы еще. Но я все-таки не столько путешественник, я больше ученый, который занимается этим регионом и который хочет, чтобы эти знания служили во благо дружественных связей между странами. Замечательно. Я уверен, что у наших зрителей, которые собрались в зале, есть вопросы. И у нас остается всего лишь каких-то 5 минут эфира. И я надеюсь, что хотя бы один вопрос мы успеем сегодня задать. Уважаемые зрители, если у вас есть какие-либо вопросы, поднимайте руку и модератор сможет поделиться с вами микрофоном. Но пока еще формулируется вопрос, я хотел бы задать все-таки вопрос от себя. Скажите, пожалуйста, но ожидает ли нам появление новых точек на карте мира, в том числе и, может быть, новых точек на карте Южно-Тихоокеанского региона? Такое ощущение, что все уже исследовано или есть еще затерянные места? Конечно, есть. Я вам должен сказать, что мы же сделали газеты русских географических названий. С австралийской ученой, кстати, специальное дело вместе с ней для того, чтобы не было того, что кто-то перетягивает одеяло и хочет... Да, пожалуйста, без проблем. Мы все... Так вот, 129 точек. Сейчас выяснилось, что 130. Есть возможность дополнения. И мы сделали это на Яндекс-карте. То есть заходишь на сайт фонда Миклухомака, ищешь русские географические названия и заходишь и смотришь 129 точек. Дальше мы будем добавлять оттуда путешествия. И вот с одной стороны, кажется, они же не на реальной карте, а вот на этой. Но, как я вам сказал, вы знаете, именно история и знание и распространение этой информации, она многим большего стоит, чем просто наименовать улицу, которая будет иметь это название. А вот понимание, почему эта улица и что сделал этот человек, это многим важно. И вот за каждым названием мы написали историю путешествий. И сейчас вот сделали проект, который называется история Южно-Тихьянский регион Южных морей, Россия в регионе Южных морей по следам русских открытий. Фактически по следам этих географических названий. Открываем эту историю, не просто ставим точки. Мне кажется, вот это вот взаимодействие ученых, которые поверяют точную информацию, и людей, которые преподносят ее превосходнейшим образом в образовательных целях, расти то молодое поколение, которое будет теми, которые продолжают традиции исследователей. В них просто будет это в крови, по-другому никак. Они не будут скептически говорить, что нет. Им захочется так же, как и те путешественники бесстрашные и молодые, между прочим, ребята, которые отправились 20-25 лет. 24 года Миклуха Макая был, когда он вошел в историю. Ну, вы послушайте. 24 года, представляете? 24, 24. Мы с вами уже к этому старше, ведь, правильно? Переросли мы немного эти времена. Да. Поэтому я уверен, что все-таки будущее за нашими юными первооткрывателями, которые сейчас за школьными партами или сдают студенческие сессии. Спасибо вам большое, Николай Николаевич, за то, что вы смогли уделить время. Время нашего эфира подходит к концу. Хотелось бы поделиться с вами тем, то, что сегодня в нашей студии был основатель и директор фонда имени Миклуха Маклая, руководитель Центра изучения Южно-Тихоокеанского института Востоковедения Российской Академии Наук, президент Ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона Николай Николаевич Миклуха Маклай. Спасибо. Мы будем рады видеть вас снова в нашей студии, так же, ровно как и всех участников наших потрясающих разговоров о важном, увидимся на международной выставке в форуме Россия. А я хотел бы передать слово Эльзе Попове. Эльза, пожалуйста. Спасибо вам, уважаемые зрители, а также мы благодарим наших лекторов Александра Николаевича. Мы с удовольствием будем встречаться с вами в стенах нашего лектория. Друзья, это было Российское общество знаний, а я его ведущая Эльза Попова. До скорых встреч и увидимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова